В эфире итоговый выпуск программы Букинформ. Я, Павел Белявский, корреспондент информационного отдела, расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя, что интересного нового произошло в городе Бресте. Сегодня в выпуске. Инвестиции, контракты, сотрудничество. В областном центре прошло одно из главных экономических событий – третий форум деловых контактов. Получить надежду на счастливое будущее в Бресте дан старт проекту «Школа пациента». Футболисты в белых халатах. Как активная гражданская позиция становится стимулом для новых свершений? Об этом и не только подробнее. Главное экономическое событие недели – третий форум деловых контактов состоялся в областном центре Брещины. Прибытие иностранных делегаций, представителей без малого двух десятков стран, подписание инвестиционных документов на миллионы рублей, а также награждение предприятий и организаций, которые выпускают самую качественную продукцию – это далеко не все ключевые моменты и характеристики состоявшейся деловой инициативы. О целях организаторов, впечатлениях участников и общей атмосфере форума расскажет наш корреспондент Анастасия Остробко. Открытие форума «Брест-2018» собрало на одной площадке не одну сотню человек. Инициатива проходит в городе над Бугом в третий раз и хорошо себя зарекомендовала. На данный форум приезжает бизнес по двум направлениям. Если брать представителей Европейского Союза, в основном ведутся переговоры по инвестиционной привлекательности Брещины и привлечению сюда инвестиций. Если брать бизнес, далее другие так называемые, это больше всего переговоры ведутся по поставкам наших товаров в страны дальней дуги. Инвестиционная привлекательность – одна из главных тем встречи на Брещине. В настоящее время реализуется не один инвестпроект. Только в областном центре более десяти. И тысячелетний город над Бугом открыт для перспективных предложений. 2019 год – это пиковый год в хорошем понимании для инвестиций в город. Это город, выражаясь языком Гумилева, город-пассионарий. То есть его вперед изнутри. И это очень-очень здорово. Уважаемые гости, вы должны понять, что тысячелетие Бреста – это уникальная возможность для бизнеса найти свою нишу для реализации самых амбициозных проектов при таком замечательном информационном фоне, как тысячелетие нашего города. Инвестируя в наш город, вы не только решаете задачи получения экономической выгоды, вы становитесь частью тысячелетней истории со всеми вытекающими из этого имиджевыми последствиями. Я приглашаю всех в Брест. Особенность Бреста 2018 – подписание большого количества документов на десятки миллионов рублей уже в первый день работы. Нет сомнений, это не финальные цифры. С мероприятия, вероятнее всего, стартуют не одни партнерские отношения. Но уже сегодня можно говорить о девяти документах. Как пример – соглашение о сотрудничестве между облсполкомом и деловым клубом ШОС. Мы заключили соглашение с Шанхайской амбицией сотрудничества. Это деловой клуб. Это страны, которые входят в эту организацию сотрудничества, которые участвуют в ней и как наблюдатели, и как члены этой организации. Это приток и движение капитала, движение инвестиций. Это привлекательность тех регионов, которые сегодня могут сотрудничать с данной организацией. Это первый шаг, который мы сегодня делаем с ними. Предварительно проработки у нас на сегодня с ними есть. Я думаю, что этот первый шаг, который мы сделаем, это потом последующие встречи в каких-то других регионах. В первую очередь Российской Федерации, направления Юго-Восточного, Китай, Пакистан. Я думаю, что эти направления у нас будут более широко развиваться с участием данной организации, потому что они все-таки являются специалистами и с ними очень плотно сотрудничают. Брещино и Подлясское воеводство Польши теперь также имеют официальные документы о сотрудничестве. Соглашение поможет быстрее и лучше развивать наши отношения. Это пойдет на пользу обоим регионам. К слову, с Брестской областью мы уже сотрудничаем в рамках трансграничных проектов. Безвизовый режим – это также отличный шанс укрепить партнерские связи и возможность создавать совместные туристические проекты. На Брещне есть с кем работать. Подтверждение награждения победителей и лауреатов премии в области качества, а также тех, кто выпускает лучшие товары. В числе лидеров, к примеру, Брестский мясокомбинат. Сегодняшняя награда для нашей компании – это большая честь и одновременно большая ответственность. Основным приоритетом для нашей компании Брестского мясокомбината всегда было и остается высокое качество продукции. Мы работаем для того, чтобы делать по-настоящему вкусные и любимые мясные продукты для наших покупателей. Это наша главная основная цель, миссия и смысл нашей работы. Ознакомиться с продукцией и услугами ближе была возможность на специализированной выставке. Около сотни представителей субъектов хозяйствования Белоруссии и зарубежья готовы были рассказать о своей деятельности и новинках производства подробнее. Торговая марка «Хлебио» была специально разработана в соответствии с набирающими оборотами здорового образа жизни. Поэтому сегодня все больше и больше людей заботятся о своем здоровье. И в этой связи берестейский пекарь, ну скажем так, разработал эту торговую марку. Поэтому мы искренне надеемся, что покупатель по достоинству оценит этот продукт. Но считаем необходимым отметить, что в составе находятся только натуральные ингредиенты. И та же соль, она без антислеживателя. Всегда интересно встречать партнеров, новые знакомства. Опять же, да и в общем у нас здесь основные знакомства есть. То есть те наши клиенты, с которыми мы работаем, тоже нас рады здесь видеть всегда. Интересна, конечно, экспортная часть выставки. То есть хотелось бы, конечно, расширить географию продаж. Мы хорошо работаем с прибалтийскими странами, с Польшей вот пока не получается. Очень бы хотелось. Подводить общие итоги форума пока рано. Для укрепления деловых связей необходимо время. Однако, судя по отзывам участников, инициатива удалась, а значит, будет иметь продолжение. К слову, подготовка к очередному четвертому форуму по информации организаторов уже началась. У нас еще третий не закончился, мы уже делаем на метку на четвертый. Потому что такие мероприятия необходимо готовить очень долго и очень тщательно. Этот год у нас был одним из рекордных именно по количеству иностранных гостей. Их было у нас порядка 200. У нас было, значит, три иностранных посла. У нас впервые приехали, я надеюсь, наши будущие партнеры из Нигерии. У нас было порядка 20 государств представлено здесь на нашей листике. Мы будем прикладывать все усилия, чтобы это количество увеличивалось. Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Форум – хорошая площадка для поиска партнеров, клиентов и инвесторов. В рамках инициативы есть хорошие шансы наладить взаимовыгодный диалог. Искали заинтересованных в новых проектах здесь и участники первой инновационной недели. Во второй день форума разработчики стартапов презентовали свои идеи широкой общественности. Первая инновационная неделя завершилась в Бресте. Напомним, инициатива стартовала в понедельник и включала в себя целый перечень мероприятий. Главная цель – дать шанс перспективным проектам. Тем, что в последнее время называются модным словом «стартап». Участниками конкурса стали 11 представителей инновационных разработок. Отбор прошли 5. Именно они и были презентованы широкой общественности. Критерии отбора. Там был целый ночный лист. Но, исходя из оценки, получила даже три проекта одинаковый наиболее высокий балл. То есть, они здесь представлены. Причем, у одного из проектов автору 16 лет. То есть, эта девочка, я хочу сказать, ну, это такой вариант уникальный. Нам бы таких проектов побольше. Проекты представляют различные сферы – от IT до сельского хозяйства. Улучшения нужны, важны и возможны во всех направлениях жизнедеятельности человека, уверены стартаперы. Наш проект – это платформа по кибербезопасности. Он может быть полезен средним и крупным предприятиям нашей страны, так и за рубежом. Он включает в себя несколько решений. Одно решение – серверное. Оно устанавливается на серверах заказчика. И обеспечивает сохранность конфиденциальных данных от кражи информации или кражи денег всего комплекса предприятия-заказчика. То есть, это все сотрудники – мобильные девайсы, облака, непосредственно серверная локальная сеть и компьютеры. А вторая часть у нас находится в глубинном интернете. Она основана у нас на нейронных сетях. И в этом как бы есть именно самый большой интерес нашего проекта, что у нас самообучающая система, которая в глубинном интернете находит все последние данные о всех ближайших вирусах. Я представляю проект «Я расту со спортом». Проект «Я расту со спортом» направлен на социализацию через единоборство трудных подростков, состоящих в инспекциях по делам несовершеннолетних на учетах. Также с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. В рамках проекта мы планируем открытие по всему Брестскому региону залах во всех районных городах. Так как это уже стало актуально, и ребята перестраиваются, мы уже существуем на данный момент. У нас есть зал в Бресте, у нас есть зал в городе Пружана, и мы продуктивно работаем. Также мы выступаем с благотворительными проектами, ездим по детским домам, кураторскую работу оказываем, то есть выступаем перед ребятами, организовываем праздники. Концепт заключается в том, что это небольшие мобильные хранилища, которые сохраняют в газовой среде овощи, и это продлевает срок примерно до двух раз. Мы считали, что срок хранения яблок от четырех месяцев увеличивается до десяти. Газовая среда абсолютно безопасна для человека, то есть можно поставлять прямо в магазин, поставить, и покупатель сам может выбрать, какое яблоко он сегодня захочет купить. И таких действительно стоящих идей у жителей Бреста и региона немало. Их реализация – вопрос времени и финансов. Именно такие площадки помогают найти инвесторов, коллег, помощников и просто людей, заинтересованных в успехе. Итоги первой инновационной недели в Бресте подводить рано, однако уже сегодня можно говорить с уверенностью. Инициатива полезная и имеет большие шансы на продолжение в будущем. С учетом того, что интерес к инновациям в Бресте, в принципе, он не спадает, плюс есть резиденты Брестского технопарка, которые всегда довольно активны, я практически уверен, что эта неделя будет повторяться в следующем году. Я думаю, что тоже в рамках Бреста делового форума и выставки, чтобы мы могли в этой зоне притяжения представить инновационные проекты наших резидентов для широкого круга инвесторов. Анастасия Стропко, Андрей Ищерба, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вы смотрите итоги недели на БУК-ТВ. Продолжаем выпуск. В Бресте заработала школа пациента, уникальный в своем роде проект, авторами которого выступили представители социально-просветительского учреждения Международный центр донорства «Диализ-трансплантация». Призван помочь людям, проходящим процедуру гемодиализом, пережившим трансплантацию органов, а также их родственникам. Интерес к инициативе уже проявили и в странах-соседках. На первой встрече со специалистами присутствовали гости из Украины. Так что же такое трансплантация? Насколько это непростой процесс и как начать с нуля, пережив это непростое оперативное вмешательство? Анастасия Ноздрин-Плотницкая расскажет подробнее. Пациенты, которые, скажем, прошли трансплантацию, пациенты, которые ожидают в листе ожидания, то есть они сталкиваются с массой проблем. И это, с одной стороны, это страхи, с другой стороны, это какие-то сложности, это проблемы в социальной адаптации. О том, что переживает человек, находящийся в такой непростой ситуации, Татьяна знает, к сожалению, не понаслышке. Дома на Украине ее ожидает супруг. Сегодня он находится на диализе. Узнав о том, что в областном центре начинает свою деятельность такая необычная школа, женщина поспешила в Брест. За знаниями, за опытом, за возможностью быть услышанной. К слову, это и есть основная цель открытия в городе Надбугом школы пациента. Медицина сейчас у нас в стране развивается хорошо, то есть пациенты получают все необходимое от врачей, но есть у нас такое белое пятно, то, что происходит с пациентом после операции, ну, в принципе, до. То есть люди переживают, волнуются, не могут справиться со своими эмоциями. После операции у них возникает много вопросов, что им можно, что нельзя делать в плане физических нагрузок. Куда идти работать, потому что после трансплантации он ставит инвалидность, и возникают вопросы, проблемы трудоустройства. Появление в Бресте школы пациента не случайно. Хирурги и трансплантологи областной больницы за последнее десятилетие освоили ряд серьезных вмешательств, которые позволяют продлить жизнь человеку, открыть перед ним новые горизонты и возможности. С 2011 года мы начали процесс трансплантации почки, в 2013 года трансплантация печени, с 2015 года проведена трансплантация сердца, также проводим трансплантации аорты, лекочной артерии, трансплантации роговицы. То есть практически весь перечень трансплантаций мы можем на данный момент проводить в нашем лечебном учреждении. О том, что такое диализ Галина Михайловна узнала несколько лет назад, когда у нее отказали почки. Тогда жизнь разделилась на два этапа. До болезни, когда казалось, что впереди еще столько надежд и планов, и после, когда взглянуть на все происходящее пришлось, к сожалению, не через розовые очки. Страх, паника, беспомощность охватывали женщину, но она не сдалась. Пройдя процедуру трансплантации, Галина Михайловна постепенно возвращается к своему быту и благодарит врачей и Бога за то, что дали ей шанс видеть новый день. У меня самой был такой немножечко момент, когда меня переводили на гемодиализы. Мне казалось, что жизнь закончена. Ну, я так помню, не спала, может, трое суток. И вот мне вызывали психолога тоже нашего больничного. Он со мной поговорил. Молодец, помог мне, спасибо ему. Вот и сегодня, слава Богу, все хорошо. Сегодня Галина Михайловна регулярно наблюдается у врачей. Однако это не мешает ей занимать активную гражданскую позицию. Ее пример не единичен. Во многом благодаря тому, что в трудной ситуации рядом с Галиной Михайловной оказались те, кто смог поддержать, убедить, направить, выслушать и помочь. Это совсем другая жизнь, конечно. Потому что, что значит гемодиализм, это очень страшно, это больно, это ужасно. Ну, а почка, ты становишься другим человеком. Ну, естественно, то же самое надо диету соблюдать. Нужно смотреть за собой, потому что у нас полностью почти что отсутствует иммунитет. Это тоже надо смотреть, ходить куда не надо, не есть что не надо и не контактировать с кем не надо. Ну, и вот уже шесть лет будет, если все будет хорошо в сентябре, как я с новой почкой. А я работаю, вот, у меня уже есть внученька. Помощью и поддержкой в рамках работы школы пациента будут охвачены все нуждающиеся. Консультации пройдут как в групповом, так и в индивидуальном порядке. Первая встреча была посвящена кризисной психологии. Далее в планах организаторов общение со специалистами в области реабилитации, диетологии, юриспруденции. Профессия ветеринара всегда была уважаемой. Об этом говорит и повсеместная любовь к героям детских книг. Специалистам по лечению зверей, доктору Айболиту в России и странах бывшего СССР и доктору Дулитлу в англоязычном мире. Ежегодно в последнюю субботу апреля во многих странах мира отмечается Международный день ветеринарного врача. Доктора, которые лечат зверей и птиц, конечно, не дождутся слов признательности от своих четвероногих и пернатых пациентов. Однако нет сомнений. Животные порой испытывают не меньшую благодарность к своим спасителям, чем людям. Наш корреспондент Ирина Альшова познакомилась с одним из брестских Айболитов, очаровательной Любовью Ситько и ее грациозными пациентами. С коневодством Любовь Ситько связывают давние отношения. Ее первое знакомство с лошадьми произошло в трехлетнем возрасте и продолжается до сих пор. За плечами остались занятия в конно-спортивной секции и учеба в Пинском сельхозколледже. Сейчас Люба студентка пятого курса Витебской академии ветеринарной медицины и сотрудник Центра Олимпийского резерва по конному спорту. Я поступала с мыслью о том, что я приду на конюшню. Все, у меня, ну, то есть цель единственная была прийти на конюшню, вернуться к своим лошадкам. И все. Ну, тут уже дальше, конечно, были немножко, как бы, такие, скажем, препятствия прийти сюда на отработку. Вот, но мы их преодолели. Ау! Вот, и я тут. Не просто. Вот, честно, с животными договориться, каждое какое-то понять, не совсем легко. И конкретно моей специальности, вот, животное не скажет, что тебе болит. То есть надо понять, что именно, где именно ему болит, и уже потом с этой проблемой как-то справляться. Детское увлечение лошадьми стало для Любы определяющим в выборе профессии. О том, что очаровательная девушка, ветеринарный врач, сразу и не догадаешься. Принадлежность к самой доброй в мире профессии выдает стетофонендоскоп и очень внимательное отношение к своим грациозным пациентам, лошадям. Это загадочные, грациозные животные, вот, большие, мощные, сильные, свобода с ними, вот, интересные. Мы всегда с мамой, когда ездили на дачу, мимо проезжали конюшню, вот, я всегда выглядывала в окошко, смотрела, как там лошадки, ходят ли лошадки. Ну, не знаю, это любовь такая, ну, как-то внутри было, зародилось, вот, и пришла к ним, к этим животным. В Брестском областном центре Олимпийского резерва по конному спорту Любовь Седько, Айболит и доктор Дулитл в одном лице. На ее плечах лежит забота о здоровье всех четвероногих спортсменов. Обязательные ежедневные осмотры – только часть ее работы. По долгу службы Любе приходится быть еще и ветеринарным психологом. У каждой лошади свой характер и чаще совсем непростой. Определенно, очень разные. Мне проще с меринами, честно. Они спокойные, вот, у кобыл свой характер, вот, каждый с своим характером, в общем, как женщина. Где-то кто-то спокойный, кто-то такая пылкая, вот, кому-то что-то не понравилось, но тебе это явно покажут, вернется, в общем, и все, быстро это мне не нравится. Вот, а жеребцы, они такие горячие, вот, но с ними можно найти общий язык. Ну, если пройдет это кобыла какая-то, может, челк, и я пошел, как бы, у меня другие дела, вот, каждое разное животное. Однажды и навсегда выбрав профессию ветеринара, Люба не собирается останавливаться на достигнутом. Современный специалист, считает девушка, должен развиваться и не стоять на месте. В первую очередь закончить высшее образование, это, ну, первая моя цель, пункт, вот, а дальше, наверное, искать какое-то развитие, вот, вот, может, с другими специалистами учиться у них, вот, курсы разные сейчас есть, на курсы хочу ездить. Ну, развиваться-то определенно надо, то есть, ну, медицина не стоит на месте, вот, ветеринария тоже, в общем, все поднимается, надо расти, чтобы животных понимать, понимать заболевания, точно ставить диагноз и уже потом строить свое лечение. Лошадь – животное особое, она лучше других чувствует страх человека, его гнев или боль. А еще лошадь чувствует доброе сердце, такое, как у Любови Седько. Ирина Альшова, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итогового выпуска «Бокинформ». А сейчас о других событиях и мероприятиях. Представители каких силовых структур областного центра самые сильные, ловкие, выносливые? Ответ на этот и другие вопросы смогли найти участники военно-спортивного конкурса «Олимпия-2018», который прошел накануне на базе ПАСО Брестского областного управления МЧС. Несколько десятков представителей профессии в погонах соревновались за право считаться лучшими. Наш корреспондент Анастасия Наздрин-Плотницкая побывала на стартах и посмотрела, как добывают победу настоящие мужчины. Большой спортивный праздник объединил на территории областного управления МЧС самых подготовленных представителей профессии в погонах. Организаторы мероприятия постарались сделать его красочным, насыщенным и интересным. В данном мероприятии участвуют, я могу сказать, лучшие из лучших, профессионалы своего дела. И мы хотим посмотреть сегодня, кто же из них станет в этих состязаниях лучшим. «Олимпия-2018» – это комплексный проект, состоящий из нескольких отдельных этапов. Достижения фиксировались как в личном, так и в командном зачетах. На всех площадках разгорелась настоящая борьба. Каждому подразделению хотелось показать свои самые лучшие качества и максимальные возможности. Ежегодно 38-я бригада выставляет команду для проведения подобного рода соревнований, как «Олимпия» сейчас проводится. Участников в эту команду выбираем лучших бойцов соединения, то есть лучших спортсменов, которые показывают высокие результаты не только на бригадных соревнованиях, но и представляют вооруженные силы на соревнованиях областных, республиканских, некоторые на международных. Конечно, для представителей профессии в погонах «Олимпия» – это своего рода тренировка. В силу специфики деятельности, спорту и физической активности они уделяют большое внимание в рамках ежедневной работы. Тут присутствуют элементы, которые мы отрабатываем как в боевых условиях, так и на тренировках. Тренировочный процесс у нас построен, мы практически каждый день занимаемся спортом. В свободное время, в рабочее время. И поэтому решили принять участие в этих соревнованиях. У нас дружная команда, и мы рассчитываем только на победу. Армрестлинг, дартс, стрельба, толкание гири, перетягивание каната и, конечно же, полоса препятствий. Набор упражнений позволял каждой команде продемонстрировать свои лучшие результаты в той или иной дисциплине. Главная цель – не просто выявить лучших из лучших. Для военнослужащих это шанс посмотреть на способности других и сформировать свою систему подготовки, чтобы достигать новых и новых высот. Всем известно, что главная задача доктора – спасать и восстанавливать пошатнувшееся здоровье людей, полностью отдавая этому процессу свои умения, знания и силы. А еще врач несет в массы основной постулат медицины – здоровье легче беречь и поддерживать, чем лечить уже приобретенную болезнь. Бресткие доктора не ограничились общими словами и на личном примере показали. Что в самом напряженном трудовом графике всегда есть возможность найти время для здорового увлечения. И пять лет назад официально создали футбольный клуб «Пиан». Теперь они выступают не только в рамках любительских чемпионатов внутри страны, но и представляют Беларусь на чемпионатах мира по футболу среди врачей. На одной из тренировок необычной спортивной команды побывала Ирина Альшова и пообщалась с эскулапами, для которых работа врача всегда остается профессией номер один, но и футбол не номер два. Знакомство с руководителем медицинского футбольного клуба «Пиан» Андреем Валуевичем началось в отделении реанимации Брестской детской областной больницы и продолжилось на игровом поле одной из брестских школ, где проходят тренировки медиков. Команде уже 10 лет играли в любительских чемпионатах под эгидой аматора, иногда на республиканском уровне. 2013-й стал переломным. Клуб официально зарегистрировался как общественное объединение и стал членом Всемирной медицинской федерации футбола. Лет 20 это движение в мире существует и успешно существует. Люди знают друг друга, соревнуются. Нам показали, что уровень медицинского, врачебного футбола настолько высок, что некоторые команды могут составлять конкуренцию ведущим сборным и клубам мира. Костяк клуба – брещане. Но для выездов на чемпионат и сборную команду дополняют доктора из Барановича и Пинска. В 2013-м наши эскулапы дебютировали на чемпионате мира в Будапеште. Заняли 14 место из 16 команд. Годом позже в Бразилии стали 12-ми. Самым успешным стал 2016-й год. На мировом форуме в Барселоне брещане заняли 12 место из 38 команд. Игра в футбол для них – реализация давней мечты. У меня с детства была мечта сыграть на как можно более высоком уровне чемпионата мира. Я считал, что для меня недостижим. Ну, как бы оценивал я свои силы. Когда еще играл в детстве в футбол, я видел, что я не готов не играть к чемпионату мира. А тут, когда я переехал из Казахстана в эту страну, мне предложили играть за сборную. Я сначала даже не поверил, а потом, когда уже мы приехали в Венгрию на чемпионат мира, тоже сразу не мог до конца поверить. Многие хотели выиграть, но мы поняли, что мы попали в довольно серьезную кампанию. И вот после этого захотелось чего-то добиться. А уже потом, наверное, второе такое – это Барселон. Это более сильная эмоция, потому что чемпионат был на базе Барселоны, а это всегда дорогого стоит. Побывать там, где тренируются великие футболисты – это не каждому дано. В организации поездок на чемпионаты клубу иногда помогает профсоюз. Регистрационный сбор стоит от 5 до 8 тысяч евро. Проезд оплачивают сами игроки. А еще команда ищет поддержку и спонсоров. Результаты есть, и их надо развивать. В 2019-м есть все шансы пробиться на турнир в Мексику. Мы пытаемся участвовать во всех чемпионатах, которые проходят под эгидой Брестской области и включая чемпионаты, которые в других странах. По максимуму заявляемся, стараемся, вкладываемся им деньги, участвуем. А для того, чтобы были спонсоры, нам, видимо, надо больше популяризировать футбол, медицинский футбол, чтобы нас узнавали, знали о нас. Чемпионат мира среди врачей – это очень большой праздник. Мы уже все практически друг друга знаем. По крайней мере, команда с постсоветского пространства, мы очень тесно общаемся с украинцами, практически со всеми друзья. Они нас приглашают даже не на футбол, просто в гости к себе домой приглашают приезжать. Уже дружба. Мы даже по медицинским вопросам друг другу помогаем. Чтобы играть в чемпионате мира, спортсмен должен быть профессиональным медиком, иначе дисквалификация всей команды. Поэтому днем каждый из игроков – успешный практикующий врач, вечером – дружная футбольная команда. Люди, сумевшие гармонично объединить две профессии. Медицина у нас – любовь номер один, но футбол не номер два, а тоже номер один. И если все это осознают, тогда, наверное, все у нас будет выше и лучше. Ирина Альшова, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БОК-ТВ. Прямо сейчас о погоде на ближайшие дни. А я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 29 апреля погодные условия на территории Беларуси будут определять малоактивный атмосферный фронт и теплая воздушная масса, поступающая с юга Европы. В Бресте ожидается переменная облачность. Утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха в ночные часы – плюс 9-11. Днем столбики термометров поднимутся до отметки плюс 25. 30 апреля Брестский регион будет находиться под влиянием фронтальных систем и очень теплая воздушная масса, сформированная в южных широтах. Сохранится теплая погода. Ветер южный, юго-восточный, умеренный. Температура воздуха в ночные часы заставит 15-17 градусов. Днем синоптики прогнозируют до плюс 27. Редактор субтитров А.Семкин